Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить вот про такие индикаторные отвертки. Их еще называют тестером, либо пробником. В руках у меня две индикаторные отвертки. С виду они одинаковые, но есть у них одно различие. Вот эта отвертка у нас идет без батареек, а вот в этой идет две батареечки по полтора вольта. Итак, давайте изначально остановимся вот на этой отвертке. Здесь у нас батарейки нету, и функционал у нее очень-очень маленький. Все, что мы можем сделать, это проверить, есть ли напряжение в сети, либо нет. Давайте попробуем. Итак, у нас есть розетка, нужно проверить под напряжением она, либо нет. Берем нашу индикаторную отвертку, еще раз повторюсь, она идет без батареек. Подсоединяем к одному контакту ее и дотрагиваем с пальцем до верхней площадки. Наша неоновая лампочка не горит. Берем другой контакт, подсоединяем, касаемся пальца, лампочка загорается. Значит, здесь у нас находится фаза, здесь ноль, розетка под напряжением. Все, на этом весь функционал данной индикаторной отвертки заканчивается. Давайте перейдем к другой отвертке. Данная индикаторная отвертка идет уже с двумя батарейками. Здесь установлен светодиод. И прежде чем начать ей работать, нужно проверить на работоспособность. Зажимаем жало одной рукой, а второй дотрагиваемся до верхней площадки. Как видим, индикатор загорается ярко. Это символизирует о том, что наша отвертка рабочая. Теперь давайте проверим, под напряжением наша розетка, либо нет. Здесь немножечко по-другому замеряется. Мы устанавливаем нашу отвертку и не нажимаем на верхнюю площадку. Как видим, индикатор не горит. И теперь вставляем в другое отверстие. Как видим, индикатор загорается. Здесь у нас находится фаза. И с помощью данной отвертки можем также найти ноль. То есть, смотрите, если мы устанавливаем в ноль и дотронемся до верхней площадки, то индикатор загорится. То есть, при помощи данной отвертки мы можем также определить и ноль. При помощи данной индикаторной отвертки можно проверить работоспособность различной лампочки. Допустим, у нас есть лампочка на 220 вольт. Берем одной рукой за один контакт и прислоняем нашу индикаторную отвертку. Индикатор загорается, значит лампочка рабочая. Также можно взять, проверить и 12-ти вольтовую лампочку. Также берем, прислоняем индикатор. Как видим, индикатор горит. Наша лампочка рабочая. Ну и также можно проверить предохранители. Иногда очень сложно увидеть, особенно у кого зрение плохое, предохранитель целый или нет. А здесь мы зажимаем одной рукой один контакт и дотрагиваемся ко второму индикаторной отверткой. Как видим, индикатор загорелся, предохранитель целый и рабочий. Также немаловажным считаю это то, что данной индикаторной отверткой можно проверить нагревательные элементы. К примеру, возьмем паяльник. Я думаю, у многих мастеров он имеется в наличии. Чтобы его проверить, берем за один контакт дотрагиваемся пальцем, а ко второму контакту подносим наш тестер. Дотрагиваемся, как видим, индикатор у нас горит, значит наш паяльник рабочий. Данным способом можно также проверить, к примеру, обычный кипятильник или, допустим, возьмем ТЭН в бойлере. Тоже, если у нас индикаторная отвертка загорается, значит ТЭН наш рабочий. Если индикатор не горит, значит ТЭН перегорел. Друзья, вы знали, что при помощи данной индикаторной отвертки можно проверить, заземлена дома техника или нет. К примеру, холодильник, микроволновка, стиралка. Все, что нам нужно, это включить наш прибор в сеть, взять индикаторную отвертку и дотронуться до прибора. Если лампочка горит, значит наш инструмент не заземлен. Также данным тестером можно прозвонить провод. Допустим, вы купили большую бухту провода и хотите проверить, нет ли где обрыва. Это легко сделать при помощи данной отвертки. Берем один контакт провода, зажимаем и дотрагиваемся до провода. Сначала до одного, как видим, индикатор не горит. Дотрагиваемся до другого, индикатор горит. Затем берем уже другой провод и снова сначала до одного провода отрагиваемся, затем до другого. Как видим, наш провод в целости и сохранности. Друзья, ну а чтобы проверить под напряжением данный провод или нет, также поможет индикаторная отвертка. Здесь мы, по сути, немножко другим образом возьмем отвертку зажала и поднесем к нашему проводу. Как видим, светодиод загорелся, значит наш провод под напряжением. Также таким способом можно найти обрыв в проводе, то есть где будет обрыв, индикатор погаснет. Еще одна полезная функция данной индикаторной отвертки, это то, что можно найти скрытую проводку в стене. Сейчас я вам покажу. Подложил два бруска и сейчас положу сверху фанеру. Вот так. Закрыли провод. Теперь берем вот таким способом отвертку и подносим. Как видим, где у нас провод, загорается индикаторная отвертка. В сторону уходим, индикатор погасает. Как видим, снова загорелся. Погас. То есть вот таким вот образом можно проверить скрытую проводку. Но здесь есть одно исключение. Нужно, чтобы не глубже полтора сантиметра была утоплена наша проводка. Иначе индикатор ее не найдет. Ну и естественно провод должен быть под напряжением, когда мы ищем проводку в стене. Также при помощи данной индикаторной отвертки можно проверить полярность на аккумуляторе. Для этого дотрагиваюсь пальцем до одного контакта, а отверткой до другого. Итак, дотрагиваемся сначала так. Нажимаем. Как видим, наш индикатор загорается. Значит, здесь у нас плюс. Если мы сделаем наоборот, индикатор не горит. Значит, здесь у нас минус. Вот так вот при помощи данной индикаторной отвертки можно определить на аккумуляторе, где плюс, где минус. Также можно определить полярности на обычной батарейке. К примеру, берем вот таким способом, дотрагиваемся. Индикатор не горит. Переворачиваем батареечку. Индикатор загорается. Значит, здесь у нас плюс, здесь минус. Хотя всегда на батарейках пишут полярность, но все равно, думаю, многим будет полезно. Ну а чтобы батарейки прослужили намного дольше в нашей индикаторной отвертке, на жало нужно подобрать какой-нибудь колпачок, ну или, к примеру, взять термоусадку и одеть вот таким образом. Теперь у нас жало защищено и не будет ложных срабатываний. Батарейки прослужат намного-намного дольше. Друзья, вот такие вот методы работы с индикаторными отвертками я сегодня показал. Да, для многих это покажется банально и просто, но для начинающих мастеров, я думаю, некоторые идеи будут полезны. Напишите в комментарии, какими идеями пользуетесь вы. Может, возможно, что-то знаете новое, тоже напишите. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем закачивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!